В Донбассе неделя прошла на фоне ежедневных заявлений сил самообороны о том, что украинские силовики наращивают группировку и подкрепляют ее техникой в нарушении минских договоренностей, о выполнении которых завтра должны говорить Ангела Меркель и Франсуа Алант с Петром Порошенко. Глава нашего МИДа Сергей Лавров сказал, что рассчитывает на воспитательный эффект от этой беседы в Берлине, через два дня после которой в Минске должна собраться контактная группа. За минувшие сутки в ополчении самопровозглашенной Донецкой Республики насчитали 14 случаев нарушения перемирия с украинской стороны. Как оттуда стреляют из танка по расписанию, видели мои коллеги, работающие в Донбассе. Сейчас поручил, выйдем на переднюю позицию, на блядный пункт. Значит, купаем тихо. Это самый дальний участок фронта к северо-западу от Дебальцева. От этого места даже ближе Светлодарск, в котором стоит армия Украины, чем Дебальцева, отбитая ополчением в феврале. Киевские войска тогда с большими потерями откатились, и фронт стабилизировался. Изменить линию соприкосновения здесь не пытается ни одна из сторон. Пока не пытается. С недавних пор военные Донецкой Республики отмечают тревожные тенденции на сопредельной стороне, которые не настораживать не могут. То количество техники, которую они накоплют, она требует обслуживания. Любая техника требует обслуживания. Это средства. Просто так, для игры мускулами, это слишком дорого. То есть, в принципе, можно реально заключить, что к наступлению они потихоньку готовятся. Пройдя примерно километр под прикрытием деревьев, мы, наконец, добираемся до поста наблюдателей. Между позициями здесь два километра. Открытая местность не позволяет ни одной из сторон подобраться поближе. До НП остается 20 метров. Перебежка. Дистанция 5-6 метров. Быстро. Смотрим под ноги. Сразу же ныряем за мной. Все. Передулись. Все, сидим. Особенность боевых действий здесь заключается в том, что стороны пытаются выяснить, какие сюрпризы подготовил противник. Интенсивных обстрелов по позициям не ведут. В последнее время на передовой непривычно тихо. Украинская артиллерия не работает. Но это вовсе не означает того, что Киев отвел от передовой тяжелое вооружение и технику. И то, и другое осталось. В этом каждый день на себе убеждаются военные Донецкой республики в этих окопах. Постреливает украинская сторона регулярно. Они же, по идее, должны были тяжелую технику отвезти. То, что должны, это не касается ВСУ или Носгвардии, или кто там стоит еще. Должны, не обязаны, так в народе говорят. Так что тут пока по сусалу не получат, они не отойдут. За прекращением огня и отводом техники вроде как должны следить наблюдатели миссии ОБСЕ. Но далеко не всегда это у них получается. В силу разных, в том числе и политических причин. Ровно за это, а также за то, что они не фиксируют в полной мере обстрелы городов Донбасса, в частности Горловки, их жестко критиковали местные жители. О том, что на этом участке фронта работает украинский танк, которого здесь быть не должно, наблюдатели тоже ничего не знают. А действительность такова. В одно и примерно то же время он выезжает из лесополосы и постреливает по позициям ополчения, как бы вызывая огонь на себя, чтобы выявить противотанковые средства. Солнце бликует с той стороны, бинокль бликует, нас могут по блику просто спалить. Не, не стоит рисковать. Потому что это не только моя жизнь, это еще и жизнь ребят. Солнце действительно в нашу сторону, что затрудняет наблюдение. Мы надеялись этот танк заснять, но о своем появлении он объявил сам, недвусмысленно и громко. Это никак, больше не беспокующий огонь, а так. Выскочил. Ребят, я здесь, используя. Миша! Живой? Живой! Кто? С посадки выхлоп! Смотри, выхлоп! Это нормально? Давай, давай. Где я, ***? В посадке, посадке. Ну ты видишь его? Да. Дистанция? Около двух. Ваня, обтурно позицию! Нормально все? Мы нормально. На следующий день, в привычное для себя время, украинский танк на этом участке линии фронта не появился. Антон Степаненко, Артем Григорян, Рушан Умяров, Первый канал, Дебальцево.